МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этим активно пользуются казахстанцы в Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. Отмечу, они могут перейти на работу с менее вредными условиями труда и получать как зарплату, так и спецвыплату. Можно и не работать, и получать при этом выплату вплоть до пенсии. Элементы искусственного интеллекта ведут во все предметы школьной программы с 2026 года. Об этом на республиканском авустовском саммите педагогов в Диджизл-Казахстан Замана Уибылем Беру рассказал вице-президент Национальной Академии Образования Руслан Каратабанов. По его словам, искусственный интеллект не только повысит качество образования, но и снизит нагрузку педагогов. К примеру, ученик изучает казахский язык. Он сможет загрузить свое сочинение, и искусственный интеллект даст обратную связь, насколько грамотно он его написал, какие ошибки допустил и как можно это исправить. Кроме того, это поможет развивать критическое мышление, потому что искусственный интеллект имеет свойство ошибаться. Поэтому любую информацию всегда нужно перепроверять и анализировать. К слову, в некоторых казахстанских школах искусственный интеллект уже активно используют. К примеру, Руслан Исраилов, учитель физической культуры. В свои занятия он внедрил нейроплатформу ForoVision. Эта программа с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья учеников сама планирует тренировочные нагрузки. По словам педагога, платформа пользуется особой популярностью среди старшеклассников. У детей действительно есть, на практике моего случая, что ученики комплексовали за счет мышечной массы. Детки у нас полные, есть детки, у нас недобор массы физической. И действительно я помогаю детям, как правильно подойти к своему здоровому образу жизни, как это спрограммировать, как это строить под учеников, чтобы это было им понятно, чтобы это действительно приносило пользу. О том, что в системе образования Казахстана уже сформированы необходимые предпосылки для внедрения искусственного интеллекта, рассказал и министр просвещения Гани Бесимбаев. По его словам, на сегодня 89% казахстанских школ обеспечены высокоскоростным интернетом, средняя скорость которого повышена до 75 мегабит секунд в год. А в более 1700 школах страны установлены спутниковые системы Starlink. Искусственный интеллект не заменит учителя, а наоборот, будет его помощником. Самое главное, мы видим, что он может оказать большую помощь в определении траектории развития каждого ребенка. Грамотное внедрение технологий искусственного интеллекта в образование повышает эффективность обучения, позволяет ориентировать образовательный процесс на каждого учащегося. К слову, министр обозначил и актуальные задачи на новый учебный год. Это обеспечение безопасности детей, соблюдение внутреннего регламента и устава школ, а также успеваемость учащихся. Вопрос обеспечения студентов общежитиями продолжают решать в Казахстане. Как рассказали в Министерстве науки и высшего образования, до конца года планируется завершить строительство 27 домов студентов. Уже сдано в эксплуатацию 17 общежитий. Они рассчитаны почти на 5000 мест. Ведомцы напомнили, что первым делом места предоставляются для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритие также отдается гражданам с инвалидностью, студентам, получившим гранты по сельской квоте, кондасам и детям из малобеспеченных семей. При этом все вузы обязаны обеспечить зачисленных студентов комнатами. Кроме того, в Миннауке рассказали, что при каждом высшем учебном заведении страны открыты ситуационные и кризисные центры. Там учащимся окажут дополнительную помощь жильем. На сегодняшний день при каждом вузе открыты ситуационные и кризисные центры. Студент должен обратиться в ситуационный центр университета, в котором он учится. Там должны предоставить информацию, сколько мест имеется в своем общежитии. Определяют, относится ли студент к приоритетным группам. Если в общежитии при университете нет места, то помочь с поиском других частных общежитиях, частных студенческих домах, с которыми заключен контракт. Подозреваемого в поджоге фуры со школьными тетрадями задержали актюбинские полицейские. Инцидент произошел еще в начале лета. Житель Актюбе вез в город 20 тонн тетрадей. По дороге водитель решил заехать к родственникам в село Мартук. Уже в поселке между водителем грузовика и местным жителем произошел конфликт, и последний решил сжечь машину. После поджога сельчанин подался в бега и был объявлен в розыск. Задержать его удалось накануне. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему грозит штраф до 4,5 миллионов тенге, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Причиненный ущерб составил более 54 миллионов тенге. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-расследственных мероприятий местонахождение разысковым было установлено, и он был задержан. Чикаго проходит национальный съезд демократической партии. 46-го президента США Джо Байдена в зал встретил 4-х минутной овации. Передавая эстафету Харрис, он заявил, что ни разу не пожалел о том, что выбрал ее кандидатом. После этого Байден в своей прощальной речи еще раз напомнил, что демократы ведут битву за саму душу Америки, и подчеркнул, что Харрис и ее команда лучше всех готовы к этому. Не выдержав накала эмоций, действующий президент США даже прослезился. Выбор Камала был самым первым решением, которое я принял, став нашим кандидатом на прошлых выборах. И это лучшее решение, которое я принял за всю свою карьеру. Она жесткая, опытная и невероятно честная. Спустя месяц после того, как Байден официально покинул предвыборную гонку, съезд в Чикаго должен был обеспечить изящный уход действующего президента и подтолкнуть Харрис к противостоянию с республиканцем Дональдом Трампом. В своей незапланированной речи Харрис поблагодарила Байдена и призвала бороться за идеалы, которые нам дороги. Джо, спасибо тебе за твое историческое лидерство, за то, что ты всю жизнь служил нашей стране и за все, что ты будешь продолжать делать. Мы бесконечно благодарны тебе. Спасибо тебе, Джо. Руководствуясь нашей любовью к родине, зная, что у всех нас гораздо больше общего, давайте бороться за идеалы, которые нам дороги. И давайте всегда помнить, что когда мы сражаемся, мы побеждаем. Да благословит вас Бог. Что касается самой предвыборной гонки, то она набирает обороты. И Трамп, и Харрис работают не покладая рук. На счету каждый избиратель. На днях оба посетили Пентильванию, традиционно считающейся колеблющимся штатом. И, судя по опросам, там у демократов неплохие шансы. Харрис опережает Трампа на 0,8%. Также у нее окрепились позиции в Аризоне, известные своим республиканским направлением, но гонка в 11 штатах по-прежнему конкурентная. Америка! Америка! Я дам свое best to you! Что касается другого кандидата в президенты Трампа, то он сообщил, что Харрис отказалась участвовать в сентябрьских дебатах организатором, в которых должен был выступить прореспубликанский Fox News. И что он, в принципе, не удивился, потому что она знает, что не справится. Перед избирателями в Пентильвании Трамп прошелся не только по программе Харрис в пользу своей, но и по ее внешности, заявив, что он красивее. Я отменю так называемое правило Камалы о электростанциях. Это катастрофа для нашей страны. В нашей стране не останется рабочих мест к тому времени, когда эти коммунисты и марксисты избавятся от власти. Я имею в виду, что когда они разрушают страну, она, вероятно, тоже никогда не сможет восстановиться. Просто, чтобы вы понимали, Камалы выступают за исчезновение энергии и уничтожение заводов. Съезд продлится до четверга, а до предвыборной гонки осталось меньше трех месяцев. Несмотря на прогнозы и подсчеты, ситуация может измениться в любой момент, даже за несколько часов до оглашения результатов. Так уже было в 2016 году, когда, вопреки всему, победу одержал Дональд Трамп. Причины частых задержек авиарейсов объяснили в Министерстве транспорта. По словам заместителя главы ведомства Толгата Ластаева, рынок авиаперевоза к стране ежегодно растет на 20-25%. Подобная интенсивность увеличивает количество инцидентов, когда самолет задерживается на несколько часов, рассказывает Ластаев. Кроме того, он говорит, что в августе, пиковом для авиакомпаний сезоне, они столкнулись с градом и ремонтом в аэропортах. Воздушным гаваням приходится работать только днем, что способствует задержке. Вице-министр также добавил, что избавиться от проблемы не получится, потому что это вопрос безопасности пассажиров. То есть сами задержки, как я уже говорил, они были, есть и будут. В любой самой развитой стране есть задержки, потому что в первую очередь это вопрос безопасности полетов. На неисправном воздушном судне никогда и ни в каком случае нельзя лететь, независимо ни от чего. То есть, как правило, это техническая причина. Первая причина этих задержек дальше идет по цепочке. По словам Ластаева, в прошлом году были ужесточены требования к авиакомпаниям в случае задержки рейсов. К примеру, были введены уведомления на случай опоздания. При этом вице-министр транспорта рассказал, что прорабатываются дополнительные меры ужесточения в отношении авиаперевозчиков. Однако он отмечает, что подобные действия не должны давить на авиакомпании, потому что в проигрыше будет именно потребитель. Должны понимать, то есть звучат какие-то предложения по увеличению штрафов, по увеличению каких-то дополнительных, значит, каких-то там ответственностей и так далее. Здесь, еще раз, первое, избегаем давления на авиакомпании, в ущерб безопасности в полетах. Второе, мы должны понимать, что эти расходы, они положат на стоимость. У них других видов дохода нет. То есть источник их дохода – это стоимость. И в итоге эти штрафы лягут на пассажира. В области Улытао более 30 предпринимателей представили свою продукцию на выставке «Одно село, один продукт». Проект реализуется в рамках программ развития села «И я предприниматель». Экспонаты можно было не только посмотреть, но и купить, ведь все они сделаны руками местных производителей и умельцев. Продукты питания, изделия ручной работы удивляли своим вкусом и оригинальностью. Самый популярный – это то, что я держу в руках жент, можно сказать, очень высокое качество. Его везде можно вовремя доставить в свежем виде. Срок доставки – до двух дней сейчас. Есть и самолет, и автобус. Конечно, в большом масштабе мы готовы всех снабжать продукцией, но нам нужна поддержка. Советую всем, есть свежие продукции местного производителя. Это полезно для здоровья. Организаторы выставки Палата предпринимателей области Улытау и Акимаджина Аркинского района отмечают, что благодаря проекту жители сел, предприниматели превращают свое хобби в реальный действующий бизнес, а население получает отличные продукты местного производства из натурального сырья. С стороны государства данный проект финансируется Министерством нацэкономики. Дается возможность сопровождения проектов, дается возможность оказать содействие в брендировании и сертификации продукции и вывода его на экспортную мощность. Цель выставки – дать возможность предпринимателям выйти на экспорт, говорят организаторы. Многие из них могут рассчитывать на гранты от государства. Такая возможность есть и у ремесленников. Товары для населения с национальным колоритом, вкусная еда, дизайнерская мебель и даже стройматериалы. Ултаусская земля богата талантами и мастерами, отметили довольные посетители. Палата предпринимателей области Ултау планирует провести такую выставку во всех районах. Лучшие участники смогут выйти со своей продукции на мировой рынок при непосредственной поддержке и сопровождении Министерства национальной экономики. О помощи попросило руководство ТО МАЭК депутатов Мажолиса парламента. Сегодня они встретились на территории энергокомбината, где народным избранникам перечислили ряд проблемных вопросов. В первую очередь представители предприятия попросили на законодательном уровне оказать содействие в пересмотре сроков для освоения бюджетных средств. В прошлом году заказы делали из Российской Федерации в основном, потому что турбины, котлы, это все выпускается, генераторы выпускаются в Российской Федерации. Поэтому заказ когда сделали, они их отложили, потому что добро дали позже, и срок изготовления получался порядка 7-8 месяцев. И так как мы не успевали, нам пришлось 3 миллиарда 600 миллионов вернуть обратно государству, так как у нас не освоение средств. Кроме того, МАЭК просит депутатов и партийцев содействия в решении вопроса проведения тендеров. Сейчас этим занимается местный исполнительный орган в лице Акимата. Но, по словам руководства МАЭКа, процедура требует много времени. Оперативнее было бы нанимать подрядчика напрямую. Руководство энергокомбината также озвучило вопросы повышения тарифов и содержания реактора БН-350. Депутаты же, в свою очередь, отметили, что при условии четкого плана и, разумеется, финансирование в ближайшие 3-4 года МАЭК сможет полностью обеспечить регион бесперебойным электро- и водоснабжением. Руководство просит, мы в законодательном уровне, или там посмотрим, как это можно сделать, продлить освоение этих средств. Это не один год, а два-три года. Или по мере необходимости, чтобы можно было продлить. Поэтому в прошлом году некоторые суммы ушли обратно. В Западном Казахстане активными темпами строят автодорогу Барбастау-Акжаик-Индер. С ходом строительства объекта ознакомились депутаты-мажилисты, члены фракции Аманат. Планируется, что трасса соединит не только город Уральск с 8 населенными пунктами, но и проложит прямое сообщение с Атараусской областью. Отмечу, строительство дороги ведется уже третий год. Отставание от графика связано с удорожанием материалов и дефицитом вагонов. После корректировки проекта работы были возобновлены и должны быть закончены до конца этого года. Местные жители с нетерпением ждут окончания проекта, но при этом они высказали и свои замечания. Здесь идет строительство дороги. Спасибо, конечно, за это. Но когда тут едут две встречные машины, поднимается пыль столбом, что грозит ДТП для следующих за ними автомобилей. Нужно поливать водой, и когда пойдет дождь, думаем, машины здесь будут застревать. Пусть сейчас хотя бы насыпят здесь щебень, а так объект важный, три километра им осталось. Но не знаем, когда они закончат. Партийцы в своей предвыборной программе обещали, что инфраструктура по всей стране будет улучшаться. Специально для этого была создана дорожная карта, куда вошел ряд объектов, в том числе и эта дорога. Партия обещала, что проконтролирует, что до 2027 года 700 километров дорог областного значения будут отремонтированы и приведены в хорошее состояние. Вот одно из партийных обещаний, это вот этот как раз объект. Наша задача для того, чтобы то, что было обещано, было сделано. Как говорит подрядчик, до конца осени он эту дорогу закончит, ну и люди будут ездить уже по асфальтовому полотну. Таза Казахстан В Казахстане начал работу ежегодный республиканский молодежный политический лагерь, партия Монат. На масштабное мероприятие, организованное молодежным крылом Жастар-Рухы, прибыло более 300 делегатов со всех регионов страны. В ходе работы политического лагеря будут проведены тренинги, тимбилдинги и диалоговая площадка Берто-Конда, посвященная развитию личных и профессиональных качеств молодежи, а также обмен мнениями в рамках различных тем волнующих молодежь. Отмечу, лагерь будет работать до 24 августа. Здесь собраны более 125 тысяч молодых участников из Жастар-Рухы. Собираем лучших из них каждый год. Познакомить и обучить их здесь. На площадке общереспубликанского молодежного политического лагеря молодежь раскрывает свой потенциал, проходит разное обучение, налаживает нетворкинг друг с другом и дальше работают вместе. Мы уверены, что сегодняшний лагерь подарит много интересного молодежи, собравшейся здесь, потому что знакомые всей стране спикеры и высококвалифицированные специалисты из разных сфер будут делиться с нами знаниями. Кроме того, мы думаем, что собрали молодежь со всей республики здесь, чтобы они обменялись опытом и знаниями, а также показали свои преимущества и нашли возможности для того, чтобы выучить много нового. Накануне в этот лагерь отправились и молодые люди из Казалардинской области. Все они лидеры своих отраслей. Чему мы там научимся? Там мы создадим отличную дискуссию с сильной молодежью, собранной из каждого региона. Будет общение, новые знакомства. И для нас, молодежи, будут приходить сильные специалисты, которые будут нас учить отличным навыкам. Лучших в общих птиц готовят для участия во всемирных играх кочевников. Учебно-тренировочные сборы по Козбегалик проходят в Акмолинской области. В них принимает участие 9 спортсменов. Подготовка проходит в два этапа. С 12 по 25 августа команда пробудет в городе Щучинск, а с 27 августа по 7 сентября они продолжат заниматься в столице. Напомню, всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. Мы готовим трех беркутов, трех соколов и трех ястребов, которые будут участвовать в предстоящем состязании по трем соответствующим категориям. Весь летний период у них шел процесс линьки. Сейчас тренируем их и обучаем скорости. Я, например, буду участвовать в соревнованиях с беркутом по прозвищу Алгар. Мы активно готовимся к предстоящим играм кочевников. Мы используем все наши умения и навыки, все наши возможности. На игры кочевников приедут сильные соперники из Европы, Монголии и Кыргызстана, которые также хорошо подготовлены. Редактор субтитров А.Семкин